Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Туристам кэшбэк всем посетившим Карачаево-Черкесию выплатят частичную компенсацию за трат. О новой программе объявил премьер-министр Михаил Мишусти. Что делать, если у вас просрочены водительское удостоверение или паспорт? Как их поменять без риска для своего здоровья, узнаете в нашем выпуске. В свой день рождения газета «Ногай» ДАВСЭ отправила своих читателей в 1938 год. Вместе с нагайцами во времени и пространстве путешествовал Руслан Катмазов. Курорты Карачаева-Черкесии спустя почти 4 месяца вновь открыты для гостей и жителей Карачаева-Черкесии. Донбай возвращается к обычному ритму жизни. Открываются постепенно сувенирные лавки, кафе, запустили канатные дороги. Функционируют все три. У гостей Донбая есть возможность подняться аж до шестой очереди, откуда открываются прекрасные виды на главный Кавказский хребет. Туристы, посетившие Карачаево-Черкесию, получат денежный кэшбэк, то есть им выплатят частичную компенсацию за трат. О старте новой программы стимулирования внутреннего туризма, разрабатываемой Ростуризма, совместно с оператором платежной системы МИР, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги вернутся на карту туриста при покупке тура и его оплаты именно картой МИР. Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за каждый тур в зависимости от его стоимости. Согласно условиям акции, тур должен быть стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Впереди еще месяц лета, и туроператор прогнозирует рекордное число туристов именно в наш регион. Туристам, в свою очередь, в местах массового скопления людей, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Дополнительных справок для посещения курортов Карачаева-Черкесии не требуется. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимлезов еще раз призвал жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором в связи с пандемией. При этом глава региона отметил, что в этом году особой популярностью у туристов пользуются эко-маршруты. Какая будет погода в эти выходные, поведают нам наши синоптики. Не переключайтесь. Не стоит спешить с обменом водительских удостоверений и паспортов граждан России, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Они продлеваются автоматически до конца этого года. Об этом сообщает регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и Управление по вопросам миграции. Граждане могут обратиться в порядке живой очереди с соблюдением необходимых профилактических мер, направленных на защиту посетителей и самих сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Также можно подать заявление в электронном виде с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг в любое регистрационно-экзаменационное подразделение и подразделение миграционной службы на территории Карачаева, Черкесии. Государственную услугу можно получить со скидкой 30%. Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнее нетерпение и не создавать ажиотаж. Времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационное подразделение работает в штатном режиме. Российские паспорта, которые необходимо было заменить в связи с достижением возраста, либо в связи с изменением установочных данных и попавших в этот указанный период времени, в настоящее время считаются действительными. Также довожу до вашего сведения, что обмен данных паспортов можно производить в любом пункте миграционной службы по Карачаевой, Черкесии, которые сейчас работают в обычном штатном режиме. Также информирую вас о том, что паспорта, которые были не обменены в этот указанный период времени, в настоящее время штрафы взиматься не будут. А теперь полезные вести. В эту жару, когда на улицу не хочется выходить, а продуктами надо забить холодильник, здесь на помощь приходит новая услуга. У жителей республиканской столицы популярным становится Сбермаркет. Новое приложение освоил Руслан Каркмазов. Эксперт по закупкам Сбермаркета Диана Ластанова получила заказ. В приложении покупатель выбрал продукты питания, которые необходимо доставить домой. И вот мы собираем корзину. Молоко простоквашенное, отборное, пастеризованное. 3-4%, 930 мл. В первую очередь нам нужно подойти к стеллажу, где находится молочная продукция, и найти именно то молоко, которое было указано в заказе. Далее мы проверяем срок годности, чтобы молоко было самого свежего качества. К молоку обычному покупатель заказал и специально молоко для капучино. Также проверяем срок годности. Отлично. Далее идем за тортом. И сканируем штрих-код. Оно? Оно. Теперь овощи и фрукты. Покупатель заказал все по одному килограмму. Вы же можете килограмм на глаз определить? Наверное, со временем приходит. Лучше, пусть будет чуть-чуть больше, нежели не додать. Теперь выбираем горошек и кукурузу, конфеты и кофе. И идем к кассе. Пробиваем все 14 позиций. И вот чек. После того, как мы собрали все, уже оплатили, мы сканируем чек, чтобы покупатель был уверен, что ему ничего лишнего не пробили. То есть пока мы к нему привезем, он будет уже это видеть? Да, он будет видеть, что ему собрали, что нет, в каком количестве и какая грамотность. Какая прелесть. Вы можете отслеживать даже в процессе сборки. То есть он может за вами следить? Да. Курьер сбер-маркета Денис Пастернак берет контейнер и термопакет с продуктами и едет к покупателю домой. К назначенному времени. Здравствуйте. Доставка сбер-маркет. Галина Саркетова уже постоянно клиент сбер-маркета и может сказать, чем это удобно и выгодно. Время очень экономит, особенно если есть маленькие дети, очень даже устраивает. То есть у вас маленькие дети? Да. И скажите, пожалуйста, вы считали, сколько времени вы сэкономили? Ну, часа два – это точно. За эти два часа можно сделать все свои домашние дела. То же самое привык, за что ты сам выбираешь. Заказать продукты через сбер-маркет можно в любое время. Есть особенность нашего сбер-маркета, что пользователь, покупатель может заказать интервал времени, когда ему удобно. То есть он может заказать утром свою продуктовую корзину, но он может находиться на работе. И ему необходимо, чтобы его продуктовую корзину доставили в определенный промежуток времени. Он может указать на промежуток, и курьер в это время доставит ему продуктовую корзину. Если есть необходимость, чтобы доставка была осуществлена сегодня срочно, то необходимо в сбер-маркете оформить покупку до 19 часов 30 минут. И до 23 часов заказ будет доставлен к порогу дома. Руслан Куркмазов, Роберт Жигутанов, Полезные вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня успешно испытана машина времени нагайского народа. Свой день рождения газета «Ногайда» ВСЭ отправила своих читателей в 1938 год. Вместе с нагайцами. Во времени и пространстве путешествовал Руслан Куркмазов. И он узнал, чем нагайцы стали похожи на англичан. И услышал, как звучит бумажная дамбра. Вот из республиканской столицы в Эркенхалк приехала почтовая машина. Сегодня она привезла необычную посылку – машину времени. Почтальоны, молодая Марьяд и ровесница Великой Победы Лиза собрали свои сумки и направились каждая в свою половину аула, чтобы принести землякам сюрприз. Вот Марьяд пришла к дому Ажмагомеда Катаганова. Он в ауле, как в Кремле, при параде, потому что ждал почтальона и праздничный выпуск газеты «Ногайда» ВСЭ. А в газете сегодня машина времени. 23 июля 2020 года опубликована газета за 23 июля 1938 года. Первый официальный номер «Ногайской газеты». Читатели века 21-го узнали, как жили их бабушки и дедушки. Например, в колхозе люди от зари до зари работали и получали всего 2 килограмма зерна за один трудодень. Ажмагомед Катаганов – ровесник газеты «Ногайда» ВСЭ. Он и себя-то считает молодым и бодрым. А о возрасте газеты этот импозантный мужчина говорит, как о прекрасной даме. Я считаю, что она молодая. Почему? Потому что этой газете возраст не влияет. Она шагает с жизнью, она дает людям знания, добро, вселяет силу, уверенность в будущей жизни. Эта газета – каждый дом несет радость. Но «Ногайская газета» – это милейшая дама с сюрпризом в паспорте. Родилась она не в 1938 году, а намного раньше. Это официальная дата рождения газеты «Кубанских нагайцев» – 23 июля 1938 года. Это когда газета самостоятельно стала выходить. А до этого история «Ногайской газеты», «Кубанских нагайцев» уходит далеко в 1928 год. Это когда выходила «Ногайская страница», «Ногайбет» так называлась, в газете «Черкесская жизнь». Свежесть «Ногайской газете» придает кровь молодого коллектива. В «Ногайда» ВСЭ есть своя политика, охота за головами. Так они и нашли студентку Мадину Нижеву. К нам с редакции «Ногайской газеты» приходили журналисты, которые искали людей, пишущих на родном языке, знающих свой родной язык, любящих свой родной язык. А почему по-ногайски не разговариваешь? А я в городе живу, там никто по-ногайски не разговаривает. Особенно мама. Она говорит, чтоб я английский учила, а не ногайский. От английского пользы будет больше, говорит. А какие же у тебя будут корни, если ты языка своих предков не знаешь? Ну, от английского и вправду будет польза больше. А что, у тебя в голове только для одного языка места хватает? Ты думаешь, что если ты на гайске выучишь, для английского места не останется? Да, я реально фингсал. Так ты и английский знаешь. Блин, теперь я вообще себя каким-то лохом чувствую. В отличие от киногероя Тимура, в реальной жизни, например, в ауле Адоль-Халк, есть муслим, который знает, что быть ногайцем – это знать свой родной язык. И для такого молодого поколения ногайцев и хранит новая Давусы древний родной язык. Душой ногайского народа является ногайская дамбра. Но там семь нот. А в ногайском алфавите более трех десятков. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать новая Давусы бумажной дамброй ногайского народа? Да, действительно. Очень хорошее сравнение, Руслан. Спасибо за такое сравнение. Да, это ногайская дамбра, газета. Это ногайская дамбра, можно так сказать. Действительно, как ноты, так и буквы ногайского алфавита ткут историю ногайского народа, можно так сказать. Звучит ногайский язык на страницах газеты. Звучит ногайская культура, самобытность, еще раз подчеркиваю, самобытность, идентичность народа. Бумажная дамбра стала родной каждому ногайцу, как и любимый ногайский чай. Изревле главным источником вестей для ногайского народа служила пиала ногайского чая. Народ собирался, пил чай ароматный и обсуждал последние вести. Но эта церемония претерпела изменения в 1938 году, когда появилась первая ногайская газета. И теперь пить чай из пиалы и читать газету стало неудобно. И поэтому ногайцы вместо пиалы начали использовать чашки. Теперь ногайская чайная церемония стала, как английская, с газетой и чашкой чая. Но чай непременно должен быть ногайским. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, Ногайские вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова